всем привет я александр сахаловский вы находитесь на моем канале эта рубрика техно мысли и к те кто новенькие на моем канале еще не знает что это за рубрика я уже давно просто не выпускал роликов на эту тему вообще то есть техно мысли это ребята рубрика рубрика посвященная каким-то техническим или около техническим таким вопросом в плане может быть in all mask может быть про space x или еще что-то в этом роде или какие-то компьютерные технологии рассматриваем вот у меня на канале есть по поводу искусственного интеллекта ролик да опять же техно мысли сегодняшнем ролике я попытаюсь вам разжевать в чем разница между игровыми девайсами да это клавиатуры мышки наушники и обычные девайсы того же направления до клавиатуры мышки там наушники до гарнитуры вот многие считают что обычные клавиатуры и и мышки в принципе ничем не уступают тем же клавиатурам мышкам игровым да вот как у меня но те кто попробовал и хоть раз вообще пощелкали что это такое те понимают реально разницу так вот вот этот ролик будет посвящен именно тем людям которые в принципе никогда не пробовали такую периферию и не понимает за что здесь люди платят да вот почему такая переплата идет космическая но перед тем как мы начнем я скажу ребят у меня на канале сейчас проходит конкурс можно выиграть клавиатуру и мышку и наушники от компании real l это такой себе игровой набор начального уровня об этом и кстати тоже сейчас вот расскажу именно в плане не про сам конкурс а именно тоже чем отличается начальный уровень от более дорогих версий тех же клавиатур мышек дам то есть это мы все затронем но пока можете поставить на паузу и по ссылке в описании перейти на сам конкурс и поучаствовать кто пришел новенький на мой канал то участвуйте обязательно подписывайтесь на канал и так далее там все рассказано что нужно сделать для того чтобы участвовать в конкурсе но мы начнем кстати ролик будет в принципе довольно длинный я думаю так что опять же можете поставить на паузу взять себе кофейку чайку не знаю печенюшки какие-то и вперед слушать начнем с начального уровня принципе на примере моих же обзоров про клавиатуры и мышки от компании real l вы можете увидеть в чем разница да в частности если взять более бюджетный такой сегмент там в основном идут клавиатуры и мышки с бюджетными сенсорами да и стандартные мембранные клавиатуры да но разница еще в чем то мембрана на самом деле не очень-то и стандартная она во первых будет усиленная она немножко будет потолще у нее будет четкий клик в отличие от обычной мембранной клавиатуры там я не знаю за 150 гривен там или вот сейчас даже вообще по 50 продаются да вот многие люди говорят у меня он клавиатура 50 гривен она работает уже пять лет и по барабану не по барабану если взять такую новую клавиатуру и сравнить с той которой уже пять лет и по щелкать да когда она новая на более-менее работает но когда я уже пять лет там же конечно расхлябана и на кнопки нужно сильно продавливать что в принципе не очень хорошо если же взять ту же клавиатуру real l да у них усиленная мембрана то есть как и сегодня новая она клацает точно так же она будет клацать и через пять лет ну по крайней мере так говорится вообще в описании да и так как разрабатывал сам разработчик именно производитель вот что касается мышек начального уровня то у них сенсоры могут быть довольно навороченные просто они могут быть либо оптически либо лазерные это не имеет значения и у них эти сенсоры могут быть те же аваговские например да но предыдущих поколений за счет этого идет удешевление но это неплохие сенсоры абсолютно если разработчик хорошо поработал именно над программным обеспечением над драйвером для этого сенсора дата не будет никаких срывов не будет ничего именно в момент игры вот но если взять сравнить с обычной мышкой то там будет обычная оптика причем довольно старая технологии никто никогда не менял и вот они как выпускались 10 лет назад вот эта оптика она до сих пор точно такая же выпускается может измениться только внутри вот обновление какое-то там вместо старого пластика да может быть какое-то органическое стеклышко да могут поставить куда светит именно сверчук вот вы видели когда вы переворачиваете мышку то такой яркий свет в глаза да вот это и есть этот инфракрасный сенсор то есть и в там стоит такая микро линзочка да вот эта линзочка может быть пластмассовая что в принципе очень фигово она в конце концов мутнеет и там как капец в общем творится мышка начинает плохо работать многие жаловаться начинают что типа моя мышка поломалась идут покупая точно такую же за 50 100 гривен мышку которая опять же с тем же сенсором который через полгода год выйдет из строя так не у всех происходит у многих конечно такие мышки могут жить и 10 лет и это будет нормально вот но в данном случае в большинстве случаев своя это нам показывает именно практика что они довольно быстро выходит из строя что касается оптики уже игровой именно начального уровня то там идет сенсор большего разрешения он идет без инфракрасного вот этого излучения прямо без красного вот этого фонарика он невидимый для спектра зрения человека да но при этом за счет высокого разрешения у него повышается точность и скажем так он практически тоже не срывает бывает момент конечно срывает потому что сенсоры с каждым годом улучшаются но тем не менее старенькие сенсоры в принципе срывали да что в программном обеспечении как я уже говорил в самом драйвере сам производитель уже пытается как бы исправить эту ситуацию в принципе это делается с успехом мышки игровые даже начального уровня показывать себя очень хорошо и в принципе от дорогих практически ничем не отличаются единственное что может быть это качество изготовления да то есть материалы склейка то есть вот эти вот моменты резиновые боковушечки до могут быть если это более бюджетная мышка то резинок не будет в любом случае до тефлоновые ножки могут быть маленькие вот в более дорогих тефлоновые могут быть большие да или вот взять компанию фото ч у них вообще они алюминиевые полированные еще и лаком сверху вскрытые скользит просто зверски внятки и мыши были обзор на канале есть так что в принципе можете поискать на канале и посмотреть что касается уже более дорогих игровых девайсов то тут колоссальная разница получается между бюджетными девайсами дорогими там вплоть до того что в дорогих клавиатурах уже идут механические свечи дам то есть это может быть черри это может быть ну чё угодно да любые там механические свечи сейчас их делают много компаний razer сама свои выпускает а футэч сама свои выпускает а вообще оптические так вот они уже эти свечи сделаны в ну во первых это ностальгия да то есть и есть какой-то фетиш в этом всем но главное что они пытаются сделать так это долговечность опять же во первых клик да когда вы нажимаете во вторых когда вы классите в основном вы же играете в sd пробел control shift а вот эти r е f вот это вот что все вокруг в sd находится вот это все больше всего страдает так вот они делают от 50 миллионов нажатий то есть это означает что клавиатура будет практически вечная возьмите старые клавиатуры но я не знаю когда-то были такие компьютеры может вы знаете электроника или компьютеры поиск экранчик вот такой вот такой сенький и здоровенная механическая клавиатура я когда еще учился в школе закончил школу еще в 2002 году что самое интересное сейчас 2018 год я прихожу в эту школу эти поиски там стоят и они работают что самое интересное эти клавиатуры механические они громко клацают они примут вот там внутри все из металла прям сделано такого жесткого да им я не знаем по 30 наверное лет этим компом клавиатуры работают что самое интересное и сами компьютеры работают так вот если взять бюджетную клавиатурка настолько не служит и и быстрее раздолбишь быстрее это все съесть потому что вот эта мембранка мембранка это что мембрана это что это по факту резинка до даже ближе к силикону да то есть принципе силикон это тоже разновидность резины тем не менее вот этот силикон он со временем просто начинает распадаться клавиатура теряет свои свойства в плюс стирается там такая пыль . да принцип какой там идет два контакта и такая пыль . она просто зажимает когда вы нажимаете да она просто замыкает эти два контакта и вы получаете сигнал компьютеру на нажатии какого-то символа до нажатия клавиши вот так в механике сделано по-другому там грубо говоря идет либо размыкание такая штучка до либо наоборот убирается пластинка пластиковая и металлическая клеммка зажимается за счет этого получается щелчок можно сделать это плавно то есть как в данном случае у меня у меня тут кугоровские свечи красные дам то здесь беззвучно то есть это конкретно для геймеров предназначена можно брать кикаго тур не только для геймеров обычно берут их чтобы они щелкали для набора текстов то что людям нравится как-то все так клацает им если человек набирает еще и вслепую да то это правда так это вообще здорово так вот у нас получается от пятидесяти миллионов нажатий да это первое второе в дорогие клавиатуры более крутые материалы вставляют но rgb подсветка может быть может не быть может вообще подсветки не быть то неважно это как бы удорожание уже такое плюс минус бестолковой просто для эстетики да но туда еще запихивают процессоры 32 битные точно так же кстати как и в мышки дорогие именно игровые то есть в обычные это все не запихивается 32-битные процессоры которые разгоняют частоту опроса usb порта до 1000 герц за счет этого мы получаем одну миллисекунду отклика до плюс за счет этого же процессора мы можем зажать одновременно кучу клавиш и эти все клавиши сработают то есть не будет блокировки сигнала эти то есть если мы возьмем мембранку до обычную или даже возьми мембранку игровую то там по моему максимум 6 можно нажать сделать да в большинстве случаев то есть то в случае с механикой мы можем зажать все клавиши и они все сработают то есть если даже врубить не знаю вот какой-то или текстовый документ и все одновременно нажать то у вас появится куча символов да на экране мгновенно при одном нажатии причем что когда вы будете нажимать система понимает что вы в любом случае одновременно их нажать не можете все равно на доли секунды вы какую-то клавишу зажимаете позже да и поэтому она их все поочередно как вот вот вы нажали так они все поочередно появится но если их все зажать то система будет нормально себя чувствовать при этом так вот то же самое происходит и с мышками там тоже 32 битные процессоры могут стоять которые отвечают во первых в основном даже наверное не на зажатие всех клавиш а именно за вот этот опрос usb порта в 1000 герц то есть это делается для того чтобы опять же получить ту же одну миллисекунду отклика многие там спорят что я и на обычной клавиатуре буду нагибать да в на обычной клавиатуре можно нагибать в тех случаях когда у вас пинг под 200 лупит да вот мы играли в овервочи я сейчас постоянно играю там от пинга многое зависит и вот у меня когда сместился пинг с 55 до 80 мне уже стало некомфортно да и тут уже не играет роли 1 миллисекунда у вас отклика или как у обычной клавиатуры и мышки от 16 по моему там идут миллисекунд до 32 до отклик на нажатие кнопки так вот если взять нивелировать пинг который в принципе мешает играть до как на мировых турнирах когда идет игра там идет игра не обычная через сервера как мы играем обычно обычный battle.net или через тот же steam играем да на их них серверах а там идет игра именно lan то есть это идет сетка которая настроена между там десятью или двенадцатью компания именно напрямую так там уже пинг не играет никакой роли абсолютно там уже играет роль именно вот этот отклик клавиатурки и мыши то есть в случае если два игрока сойдутся у одного будет клавиатура и мышка обычная у второго клавиатура и мышка будет игровая то при нажатии клавиши допу да даже можно просто эксперимент провести направить взять тот же контра страйк или овервотч и направить на двух одинаковых героев друг другу в голову там допустим вдовой до взять снайперами чтобы было более точно друг другу в голову направить стволы и нажать одновременно припустим даже что нажали действительно одновременно тютелька в тетельку совпало даже можно какой-то механизм сделать до который будет одновременно нажимать на две кнопки на мышах то победит тот у кого одна миллисекунда тот у кого от 16 выше миллисекунд проиграл у него даже не зарегистрируется выстрел потому что он до этого момента уже получается труп он уже погиб поэтому то что он нажал не срабатывает примером этому может служить даже тот факт что когда я еще учился в университете я закончил 2009 году университет в 2008 я участвовал в турнире так вот у меня была мышка афо течь x7 маленькая да она была лазерная но у нее было на тот момент я вот не помню то ли 6 то ли 8 миллисекунд а у ребят были стандартные мыши а кстати еще были мыши логи течит на тот момент тоже у которых было там в пределах 7 8 миллисекунд тот клик так вот все у кого у кого были игровые девайсы в основном были топовые игроки то есть у них и они побеждали хотя участвовала в тот момент в играх довольно много людей потому что это было студенчество дамы там в общежитии целый этаж занимали и там я не знаю там сотни человек просто участвовала за один раз за один заход иногда турниры продолжались двое-трое суток без остановки просто некоторым говорили что ты приходишь на столько-то часов ты приходишь на сколько-то и каждый приходил со своей клавиатурой и мышкой некоторый брали только мышку с собой я брал только мышка туша клавиатурам не была на нутбучине не мог ее оторвать до и мне приходилось с непривычки играть на вот таких клавиатурах только не на механических но мембранных и ведь своего рода мешала конечно но тем не менее получалось что когда я уже разыгрался то я тогда кстати турнир выpenge турнир был еще и один на один так было командами да и один один командами мы проиграли, четвертое место взяли меня просто закинули, у меня не было собственной команды и просто куда попало, подкинули мы тем не менее справились, мы четвертое место взяли а вот именно когда была игра 1 на 1 это был кс то ли 1.5, то ли 1.6 тогда был вот я не помню, и я взял второе место тогда мне подарили еще на выигрыше ковер не помню с чем в общем, не суть важно, короче, ковер подарили, и подарили тоже мышку и опять же, X7, только другой модели прикиньте, да, то есть это считалась именно игровая периферия, на тот момент это уже, это сейчас уже, это все в паряде вещей, а тогда люди немножко не понимали вот этого всего, почему эта клавиатура и мышка называется игровыми, а это нет но те, кто играл, игроки, именно LAN игроки, мы тогда, кстати, играли по сетке это не была игра через сервера как сейчас вот модно, да, я нахожусь в Украине, мои тиммейты большинство из них находятся кто в России, в Питере кто в Беларуси в Беларуси, да, в Минске то есть и мы играем нормально и мы еще даже так сравниваем пинг то там плюс-минус там 60-70 у всех, это нормально и действительно круто так играть, да а тогда такого не было тогда было это все через сеть прямой шнур с компа в комп практически, да, через роутер это все шло задержки по факту ноль и короче, это все настолько мгновенно было после того, как я пересел уже играть на стандартные вот эти вот сервера когда уже начали появляться эти все стимы магазины, да, и сервера разных игр вот тут я понял, какая разница между реально сеткой прямой и интернетом вот интернет это настолько тормоз просто если ваш провайдер еще тоже еще тот додик что в большинстве случаев и получается он набирает себе миллионы пользователей, да а сервера свои никак не прокачивает на старее вот это все и получается, что у людей пинг 200 вот буквально вчера меня достал в момент в овервотче когда в меня крысавчик кидает, короче, гранаты я уже убежал за стену даже не за стену я в двери убежал по коридору пробежал, да и потом почти в конце коридора я падаю на карте там, где зима в общем кто играет в овервотче, там знает в общем эту карту я получается уже убежал и в конце коридора я падаю то есть мне показывает, что меня прикончили но при этом в овервотче такая система которая показывает 5 секунд, как тебя прикончили, да и кто тебя прикончил потому что там сейчас бывает такой замес что непонятно кто кого так вот получается, что у него при пинге в 200, да ну там может быть даже еще больше у него пинг был я точно не знаю но я так догадываюсь что это был пинг 200 у него показывает что я стою на месте просто в тупую втыкаю то есть я в этот момент просто поворачиваюсь да моя моделька макри разворачивается а он в этот момент просто мне двумя гранатами в голову лупит потому что я тормоз свидетели, да хотя ну там в овервотче так движок построен что прав тот, кто видел тот, кто стрелял, да вот но попасть в такого чувака у которого опять же пинг 200 очень сложно с такими игроками играть невозможно и скорее всего в овервотче эту систему будут немножко менять потому что получается те, у кого пинг там 50-60 вечно проигрывают тем, у кого 200 и это ну тупит сейчас вот пошли, кстати, изменения немножко и они пытаются уравнять вот у меня вчера уже был пинг 80 практически мне не комфортно так играть в таких условиях получается что вот эта вся игровая периферия не играет роли но на соревнованиях опять же это все очень большую роль играет вот эти вот 1 мс, 1000 герц это все очень нужно и все очень круто что касается наушников игровых то тут другая история да, вот у них получается я считаю, что все игровые наушники единственное, чем они должны отличаться от музыкальных именно действительно музыкальных потому что музыкальные наушники те же Sennheiser да, или когда-то были такие Pioner может быть они и сейчас есть вот я пионеры слушал именно студийные мониторы такие ребята, там звук просто пипец особенно когда через усилитель там по-моему я не помню сколько там Ом ну выше 32 потому что сейчас стандартные наушники и даже игровые идут 32 Омные тоже выдают более-менее нормальный звук ну там что-то капец, короче не помню уже сколько не буду врать но там звук был просто пипец под эти наушники отдельно шел усилитель притом довольно большой вот он этот усилитель их эти наушники раскачивал звук потрясающий это вам не наушники на 8-10 Ом да которые выдают звук просто обычные капельки вот эти там писклявый звук там действительно бархат там ну это наслаждение это ты просто когда врубаешь музыку даже ту которую ты слышал миллион раз какую-то даже попсу которая там вообще фуфлово звучит в этих наушниках она настолько круто звучит что просто капец так вот я считаю что по поводу игровых наушников некоторые там изобретатели в плане стилсерии с рейзер и все остальные они делают то глухой звук то писклявый чтобы было слышно шаги оттуда отсюда в чем прикол они ухудшают звук получается они делают его плоским ради того чтобы было слышно шаги но когда берешь вот я недавно у друга был да вот в контрстрайке у него наушники сенхайзер ему отец подарил на день рождения тоже набалдашники такие модель не знаю короче это не важно это музыкальные они не гарнитуры у них нет никаких вот микрофонов и всей вот этой билиберды они довольно классически выглядят даже большие такие короче вот то как в них слышно позиционирование вот это все они идут просто стерео без всяких выдумок у них то ли 50 то ли 60 миллиметров идет сама мембрана ребята да никакие реально рейзеры даже вот у меня рейзер Kraken Pro да никакие там SteelSeries и все остальное никогда не сравнится с этим то есть там и позиционирование и красивый вообще звук просто потрясающий у него правда звуковушечка идет тоже отдельно под эти Sennheiser он покупал отдельно звуковушку которая втыкается в PCI-слот вот этот в материнскую плату и там буквально три выхода микрофон стерео и сабвуфер все там больше ничего нет она простая просто там идет ЦАП внутри да то есть цифроаналоговый преобразователь который действительно сделает звук классным это что-то типа плееров вот этих вот которые для флаг для вот этих вот форматов с высоким битрейтом чтобы можно было услышать просто всю красоту музыки типа как бы без сжатия так вот там звуковушечка это все позволяет не помню чья она какая-то странная креатив по-моему а может и не креатив не вроде креатив у него вот так вот вот это вот все просто показывает что производители игровой периферии просто должны сделать музыкальные наушники прикрутить туда микрофон ну сделать это в дизайне игровом да то есть какие-то там rgb шки можно тоже прирулить вот а то что они вытворяют вот эту вот ерунду в плане ухудшения звука в рейзерах басов лупят дофига да он конечно классный там неодимовые магниты стоят мембраны по 50 миллиметров действительно хорошо звучит но мне приходится уменьшать бас чтобы он был нормальный да потому что лупит так что капец другие производители те же стил сериас ну вот они делают наоборот плоский некрасивый звук вот новые у них наушники начали выходить конечно уже довольно круто уже во первых и тут и диваны на ушах здоровенные что ничего не давит и не так разламываться начали то у них уже добавили басов и всего остального но при этом опять же звук они делают больше для игр опять же эти басы добавляются чтобы было слышно грохот круче и все остальное это не нужно нужно просто музыкальный а тот человек которому нужно больше басов просто себе в настройках самого своего компьютера просто выкрутит эти басы так как ему нравится и там будет все бабахать да но звук должен быть музыкальный не знаю может потому что у меня слух музыкальный поэтому я цепляюсь за это просто бесит когда ты покупаешь наушники сто двести долларов игровые да у них звук настолько плоский что ты ни фильм не можешь посмотреть чтобы не разбудить никого когда кто-то спит дома не можешь нормально музыку послушать потому что она пищит либо наоборот дубасит по голове басами это не нужно что хорошо что сейчас уже начали появляться нормальные музыкальные гарнитуры это от компании Logitech от компании Asus вот в частности Asus давно делает звуковую периферию точно так же компания Logitech вот ты я как минимум знаю уже лет 10 как Logitech делает классные навороченные акустические системы я когда-то хотел покупать именно их акустическую систему у которой общая выходная мощность была в пределах 700 ватт я правда сейчас понимаю что это для квартиры слишком много это была акустическая система 5.1 вот эти ребята умеют делать звук хотя до недавнего времени они тоже выпускали дурацкие абсолютно гарнитуры с плоским звуком дебильным вообще абсолютно вот что в принципе не делает им чести хотя люди покупали и потом в конце концов жаловались что звук просто откровенно говоря говняный то есть для игр в принципе нормально когда она вот это все писклявое щелкающее ляськающее а в плане послушать музыку посмотреть фильмы или поиграть в какую-то атмосферную игру например даже в той же индустрии в ту же Лару Крофт где классный звук Assassin's Creed там же на звуках это все построено очень сильно звуковая составляющая просто потрясающая то мы получали плоский дурацкий звук который пытались как-то выкрутить басами накручивать это все басов все равно не было ну то есть атмосферности никакой не было просто писклявый звук дешевый который продавали задорого 100-200 долларов за наушники которые в принципе столько не стоят потому что они сделаны в основном из пластмассы и единственное что там металлическое это внутри шток в динамике внутри магнита да и тросики на которых висят вот эти вот оголовья тоже система довольно странная не знаю мне как-то непривычно немножко было может если я попробую такие наушники в будущем именно с такой системой когда идет сверходушка металлическая а тут тросики вот эти вот с оголовьем чтобы типа безразмерные не называются да вот может быть это будет и классно то есть это будем посмотреть обзоры я попытаюсь для вас сделать в принципе на многие такие девайсы потому что ну сейчас тема вообще игровой индустрии это довольно мощная сильная тема на сегодняшний день она довольно актуальна даже не довольно актуальна она просто пипец как актуальна потому что ну киберспорт толкает продажи этих всех игровых девайсов и людям это нравится и люди покупают себе игровые девайсы которые им нравятся для того чтобы и самому насладиться и заодно поддержать свою любимую киберспортивную команду да так что вот много чего вам рассказал именно с точки зрения именно обычного пользователя то есть я не пытаюсь вам рассказать именно вплоть до под микроскопом рассмотреть все вот эти вот нюансы на то она и рубрика техномысли это что-то типа подкаста в котором я делюсь своими мыслями на ту или иную тему да связанную именно с технологиями техникой игры может быть когда-нибудь еще и фильмы зацепим посмотрим а может и не зацепим фильмы то есть в частности игры для меня это довольно такая тема личностная даже потому что я люблю игры еще не знаю уже играю лет 20 да то есть мне сейчас 33 вот так что может быть на вид не скажешь но в частности так и есть мне уже ребята давным-давно за 30 не 33 у меня два сына и тем не менее мне эта тема с играми очень нравится несмотря на то что допустим вот есть взять игру да футбол тот же не компьютерную берем обычную игру да динамо цск ювентус и все остальные да вот эти вот все команды мне это не нравится вообще то есть вот эти вот игры которые связаны с физической нагрузкой при том с физической нагрузкой которая убивает ваше здоровье в большей степени чем дает вам что-то хорошее да кроме бабла в принципе для самих игроков мне это не нравится для меня ощущение как будто 22 додика бегают за мячиком то есть конечно скилл у них есть с одного конца поля карты хотел сказать бахнуть мечом так чтобы он тупо в девяточку влетел но это надо уметь это мозг у человека настроен конечно конкретно точно так же в принципе как и у про игроков и у людей которые играют в игры в частности потому что это постоянная математика это постоянный расчет постоянная стратегия любое твое действие повлияет на игру если ты что-то делаешь неправильно то в пролете сразу то есть если ты сталкиваешься лоб в лоб со своим противником то либо ты его либо он тебя да и тут надо во-первых реакция во-вторых твой мозг просчитывает варианты что нужно сделать да и чем больше у тебя опыта тем больше у тебя вариантов и тем хуже ты начинаешь играть на самом деле что доказывает статистика и доказывают исследования в области киберспорта да то есть есть отдельно медицинские учреждения и не только медицинские там которые изучают и физиологию тела человека да и поведение и как работает мозг так вот в частности взялись за игры и говорится о том что чем ты старше начинаешь хуже играть не от того что у тебя реакция меньше реакция у тебя как раз таки все хорошо просто на уровне твоего опыта количество опытов у тебя в голове проскакивает просто мгновенно куча разных вариантов твоих действий и чем меньше у тебя такого опыта тем больше ты про игроки тем меньше ты отвлекаешься на разные варианты да чем старше ты чем больше у тебя опыта тем больше ты отвлекаешься тебя это задерживает а каждая доля секунды вот опять же та же миллисекунда отклика в игровых девайсах решает и если твой мозг работает медленнее чем чем ты должен все свои действия делать по-любому будешь проигрывать вот в этом вся фишка так что вот вот такие вот дела получается в этом вся разница между игровыми девайсами и обычными то есть игровые девайсы первое подведем итоги да это долговечность вторая скорость и третья красота да но это что касается клавиатур мышек ну что касается красоты это наушники это корпуса ну все что с rgb да мониторы сейчас появились уже с лазерными этими фонариками внизу которые логотипы там рисуют rgb да это все тоже красиво это все круто но это очень сильно удорожает то есть в частности что бестолкового в игровой периферии это только вот эта вся эстетика вот эта вся красота она в принципе не влияет на игру вообще да влияет именно какие свечи либо какая мембрана влияет стоит ли там процессор который выдает правильную частоту опроса usb порта и реакцию на нажатие клавиш да и что еще влияет влияет пинк да вот а вся вот эта красота это как бы удорожание с другой стороны никто бы не обращал внимания на всю эту механику если бы она была не была бы такой привлекательной вот ну а на этом все участвуйте обязательно в розыгрыше подписывайтесь на канал само собой ставьте лайки ссылки в описании и на розыгрыш ссылка там же и на мои социальные сети подписывайтесь обязательно потому что я туда раньше всего выкладываю уведомления о том что либо вышел новый ролик либо еще какие-то свои мысли идеи подкасты в телеграм выкладываю периодически не всегда но они там есть вот так что тоже на телеграм канал подписывайтесь и будете слушать может быть если вам интересно какие-то мои мысли в плане определенных вещей опять же связанных с игровой или технической темой вот а на этом все спасибо за просмотр удачи всем счастливо и пока